Женская команда Кенев Сургутнефтегаз желает нашей мужской национальной команде России, которая выступает на отборочном олимпийском турнире, удачи, успехов, главное ни о кому не заболеть и больших-больших творческих побед. Вперед Россия! Болели. Очень жалко, что так получилось, но они показывали реально хорошую игру на каждой игре. И было приятно смотреть каждую игру, болеть, радоваться за них. Жалко, что не получилось в последней, но пенальти – это, к сожалению, лотерея, которая очень часто бывает не в лучшую пользу, но они сделали во время игры, я считаю, очень многое и все, чтобы попасть на Олимпиаду. И будем ждать результатов ЮАРа, решения ЮАРа. Будем надеяться. Такой результат был, когда мы обыграли хорватов в группе. Этот последний результат был в 2004 году, последний раз, когда наша мужская сборная выиграла вот у таких грандов мирового водного пола, как сборная Хорватии. Это вот Олимпиада в Афинах. И все. Вот получается, сколько? 17 лет. Это вот за 17 лет. Причем показатель был, что это не случайность, а это работа тренеров, тренеров клубных команд, тренеров сборной. Почему? Потому что они во втором матче, опять же, шли мяч в мяч, ничья, и по пенальту только проиграли. То есть это, вот этот второй матч со сборной Хорватии показал, что это не случайность, что мы так стали играть, а закономерность. То есть работа, проделана огромная работа, и у нас есть и резервы, и хорошие игроки, и поэтому водное поло поднимается мужское потихонечку с колен. Субтитры создавал DimaTorzok